Здравствуйте! Время уже, наверное, начинать. Но сегодня большая радость для меня. Я уже говорил об этой книге, как бы анонсировал ее, выход. И вот теперь она уже в моих руках. Книга издательства Московской Патриархии. Повесть называется «Атомный пастырь». Это краткую, сразу прочту аннотацию. Исповедание веры в Бога, секретного физика 70-х годов прошлого столетия. Это как прохождение сквозь строй. Гнев руководства, непонимание со стороны коллег и подозрение компетентных органов. Прежде чем продолжать дальше, я хочу сказать, что здесь схвачены самые, наверное, такие ключевые линии повести. Но, конечно, не все. Но в аннотации обычно пишется то, что может привлечь внимание, интерес читателей. И, конечно, есть конфликт. В художественном произведении всегда должен быть конфликт чьих-то интересов, какое-то выяснение, может быть, борьба или столкновение. И потом движение в ту сторону, в которую авторская мысль развивает произведение. Не обязательно там положительное или какое-то счастливое окончание, радостное, доброе. Но в целом, когда пишешь художественное произведение, ты настроен на решение того, что возникает в процессе действия. И, как в свое время Антон Павлович Чехов выразился, если на сцене висит ружье, то к концу пьесы она обязательно выстрелит. То есть всякому предмету, всякое обстоятельство или встреча героев, их пребывание, движение куда-то должно быть обусловленным и приводить к дальнейшему развитию, к какому-то разрешению. По нему должна быть всегда интрига и, в общем, конфликт, конечно, подразумевается, на то оно и произведение художественное, чтобы конфликт и следующее за ним действие, разрешение в ту или иную сторону. Или продолжение усугубления конфликта, как бы для доведения до кульминации. И вот тогда читателю предоставляется принять участие своим присутствием, своим проникновением в художественное произведение и, ну, может быть, даже решить судьбу героев. Есть такие попытки, такие проекты, что читатель как бы дописывает, доделывает произведение на, как ему или ей кажется, куда ведет линия. Ну, все-таки, на самом деле, конечно, авторское присутствие и диалог читателя и писателя, читателя или там слушателя и композитора, или, допустим, зрителя и пьесы там или художественного фильма. Это все-таки диалог, и в этом диалоге происходит соприкосновение не точек зрения, а даже не характеров, а именно личностей читателя и писателя, читателя и автора. И в этом смысле читатель – соавтор произведения. Вот я так вижу свое творчество. И вот здесь, в этой повести, я бы хотел, чтобы те, кто обратится и прочитает ее, или уже читает, или прочитает в будущем, чтобы почувствовали себя участником происходящего. Тем более, что, ну, в общем, аудитория наша, люди, ну, возраста выше, не слишком, не самые молодые, может быть. Хотя, конечно, никаких ограничений быть не может. Это понятно, что любой человек, которому интересна эта эпоха, 70-е, конец 70-х, 80-е, начало, вот, ну, Чернобыль и несколько лет после Чернобыля. То есть, вот эта вот эпоха, десятилетия, скажем так, примерно охватывается действиями повести. Итак, я продолжаю. Да, вот исповедание веры в Бога, секретного физика, который, конечно, находится в определенной системе отношений, системе взглядов научных и технических взглядов, и, конечно, взглядов или в системе, ну, скажем, такой, околовоенной системе. Почему? Это тоже понятно. Секретный физик, анатомный секретный, что он работает над проектами, которые связаны с оборонной промышленностью были. Так, в советское время это министерство называлось «Министерство среднего машиностроения», такое абстрактное название, хотя занималось у него разработкой и производством ядерных реакторов, установкой их, эксплуатацией. И в качестве выходного продукта была, в общем, ядерная начинка для боеголовок, вернее, начинка для ядерных боеголовок. То есть вот эти изотопы, которые служили для военных целей. И вот путь этого физика, его размышления, его рассуждения, его вера в Бога, и его психология, и его философия с течением некоторого времени претерпевают изменения, и он отказывается дальше продолжать свои исследования, свою работу. При этом он уже сделал определенные открытия, которые уже готовы тут же использовать, уже проводят испытания. И вот на этом этапе он отказывается. Ну, все это я не буду пересказывать сдержание, но просто, чтобы было понятно, о чем идет речь. Гнев руководства, конечно, неестественно. Представляете, там научный проект, в котором огромные, ну, готовятся средства, готовится там площадка, испытания. И вот в последний момент, значит, вдруг молодой физик, один из авторов, если не сказать основной автор того научного решения, которое положено в основу испытаний, он вдруг отказывается и говорит, заявляет этому профессору, руководителю, что, значит, он готовится принять священный сан. Ну, и вот там такие гнев руководства, непонимание со стороны коллег, которые считают это своего рода предательством в научном плане, и, конечно, подозрение компетентных органов. То есть там понятно, что есть специальные подразделения, специальные сотрудники, которые и в то время, ну, и, наверное, всегда как-то наблюдают, особенно за такими процессами, которые связаны непосредственно с оборонкой. Итак, дальше учеба в семинарии идет параллельно с научной работой. Там уже дальше, конечно, обрезаются возможности и отстраняется от, с момента рукоположения своего он отстраняется от проектов. И когда он становится священником, друзья отворачиваются, на работе переводят низшие подразделения, но непреклонные в своем убеждении отец Александр проходит путь исповедника до конца. Чернобыль, первый месяц трагедии, он среди ликвидаторов, не только как физик, но и как священник. И вот это как бы кульминация произведения, чернобыльская трагедия. Ну, там здесь сказано первые месяцы, но, скажем, не самые первые. То есть по замыслу я все-таки там уже, ну, что самые первые месяцы там, конечно, было очень много и жертв, и там была больше неопределенность, чем что касается уровней радиации, уровней фона радиоактивного и устранения вот этих разбросанных по всей территории на крышах, на крышах соседнего энергоблока. Там были разбросаны эти радиоактивные графитовые, обломки графитовых стержней, сборок, нахождение рядом с которыми там в течение, допустим, секунды или даже доли секунды. Это смертельная доза, и все. Дальше человек уже не живет. Ну, а чтобы узнать, какая там доза, кто-то там должен быть, чтобы вот это увидеть. Ну, поэтому там, конечно, жертв огромное количество. Никто их по-настоящему посчитать число жертв не может, и до ныне это известно, потому что спустя некоторое время люди болели и умирали, и до ныне это происходит. Известно, создаются фонды, в том числе, кстати говоря, на Западе есть такие фонды, которые так и называются, там, например, Дети Чернобыля, еще какие-то названия имеют. Даже вот там в Ирландии, где я служу, есть такой фонд, почему-то он на юге Ирландии, в городе Корки. И вот там тоже так, ну, как-то по возможности, в свое время они принимали детей, семьи принимали из Чернобыльской, из области вокруг Чернобыля. То есть это все происходит. Но здесь понятно, это художественное произведение здесь важно для меня как автора, и, ну, может быть, как физика, но больше как, наверное, даже не как священника, как, ну, человека верующего. Вот Бог, вера в Бога, путь к Богу. И одно дело это исповедовать, понять внутри себя, объяснить это другому. Как вот мой герой, он объясняется, у него есть жена, с которой он говорит, которую он очень любит и которая любит его, и надо тоже как-то объясниться, что и как. Как некоторое, может быть, непонимание, потому что и это тоже случается в жизни. И родители тоже, с отцом у него происходит серьезный разговор. Как так ты мог, ну, такая у тебя карьера, ты физик, ты такой талантливый, подающий надежды. И вдруг ты вот меняешь свой путь и отказываешься от всего. И вот там в непонятное, для людей того времени совершенно непонятно было. Я думаю, что многие из вас понимают, о чем я говорю. Ну, конец 70-х, начало 80-х, ну, там храмов было единицы. Вообще в Москве единицы, там можно было по пальцам сосчитать храмы в Москве, а за пределами Москвы так и подавно там их. И людей, кто посещал храмы, тоже было совсем немного. В основном люди пожилого возраста, бабушки, как мы говорим. И вот и... Так, ну вот такая книга. И не буду рассказывать сам центральный конфликт, но будет понятно читателю, и каждый может сделать, увидеть свое. Но, конечно, этот конфликт перерастает, конфликт на человеческом уровне или на уровне каком-то технологическом, на уровне того, с чем человек сталкивается даже вот в этой зоне чернобыльской. Почему? И вот здесь как бы таким своего рода персонажам в повести уступает вот сама эта радиация, невидимый враг. Вот, понимаете, там участники... Я много архивов просмотрел, и то, что хотел понять, я понял из них. Действительно, люди многие... Кто-то войну прошел, кто-то был там в Афганистане и в других горячих точках того времени. Но там было понятно человеку, с кем бороться, как защищаться, как воевать, чтобы себя уберечь там от врага, а ну с врагом сражаться и поразить его. Было понятно. А здесь никто не в состоянии уклониться. И там приводят... Это тоже я смотрел в воспоминаниях, допустим, о вертолетчике, когда сбрасывали цистерны, там песок сыпали и воду там лили. Ну, и там какие-то, может, химические какие-то составы. Но они летали над этой зоной, горящей. И они понимали, ну, любой человек понимал, что это вот радиация, в которую ты как в пекло двигаешься. И непроизвольный человек вот за штурвалом отклонялся назад, как бы пытаясь уберечься от вот этой радиации, которая, как кажется, поднимается от горящего реактора. Ну, конечно, это чисто интуитивное такое действие. На самом деле радиация проникает через все, через обшивку. Там особенно ионизирующее излучение проникает через обшивку вертолета. Никакой одежды от него не защитишься. Ничего не защищает. Ну, только какое-то время можно вот там быть. Ну, в общем, эти моменты такие... Я не вдавался слишком в какие-то технические вещи. Но, тем не менее, все-таки на уровне общедоступном, общепонятном. Конечно, надо было что-то и дать понять, рассказать. А дальше вступают в действие уже отношения героев, их характеры, их встречи с этим вот невидимым врагом и их отношения друг к другу. Вот там герой, который стал священником, но еще продолжает быть физиком, которого, как бы, коллеги считают, ну, как же вот ты вот отступил, вот ты оставил на самом таком горячем этапе этого проекта, пути. Ну, так вот, легкое такое недоумение и даже восприятие этого, может быть, даже как предательство. Ну, и вот его коллега, тоже талантливый, способный физик, вот, тот вообще с презрением просто относился к выбору отца Александра и к его вере, вообще к вере в Бога, и вообще, ну, как можно говорить о Боге, когда тут совершенно другие отношения, другие меры, другая эпоха, мол, это все прошлое, это все, ну, откуда-то из глубины дремучего Средневековья пришло, а мы люди современные, ну, вот, да. Ну, и потом просто даже по-человечески такая неприязнь. Я с этим сталкивался, между прочим, лично, в своем, ну, на своем опыте тоже, потому что объяснить словами веру, ну, можно постараться, но быть понятым очень трудно. Пока самого человека, другого, который активно противостоит этому, пока его самого не, ну, как говорят, не зацепит. И вот этого оппонента моего героя, я не буду называть его имени, вы догадаетесь, когда будете читать, его тоже на определенном этапе зацепило, только в другом месте, не потому, что его убеждал этот священник, вот, а не потому, что там кто-то убеждал, а он сам столкнулся с этой реальностью. И вот мы уже видим другого человека, изменившегося кардинально, не только он изменился. И вот этот путь не только, ни одного главного героя от физиков в метафизике. Помните, у нас даже была такая, кто приходит на нашу встречу, была такая тема, как физик стал метафизиком, да? Вот движение от физической реальности, от попытки все описать, все обусловить, все понять в зависимости и в этом мире, от что, от чего зависят законы этого мира. И жить, ну, хорошо, потому что ты все понимаешь, у тебя все организовано, устроено, и все-таки человеку чего-то не достает, какого-то решительного и важного смысла не достает. Ну, как мы говорим, смысл жизни, ну, да, но каков он, откуда он приходит? И эта потребность раскрывается. Этот смысл, ощущение, переживание, присутствие того, кто любит тебя и который ожидает встречной любви. И эта любовь превосходит человеческие эмоции, чувства, расположенность или какое-то приятие или неприятие. Эта любовь приходит из ниоткуда, поглощая внимание до конца, потому что она вечна. И вот это соприкосновение с вечностью, понимаете, его невероятно трудно как-то, да невозможно, наверное, выразить словами, но вот через характеры, через их взаимоотношения. Я в своей книге, еще богословской, тоже показывал, я здесь богословую диалогу, там начинаю прямо с такой фразы, что Бог не есть понятие. Бог открывается в отношениях. И познать Бога можно в отношениях с Богом и с человеком. И потому в Евангелии сказано, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Вот отношения, двое или трое или более отношения. И так раскрывается Бог. А изучить, как-то разумом проникнуть, пробиться сквозь это какое-то пространство смыслов, философий, теорий, богословий, и понять, наконец, каков Бог, кто и как его, это, ну, бывает, приводит, но не к подлинным вещам, а к каким-то иллюзиям или ошибкам, или даже откровенно таким умозаключением, которые, ну, вот, как мы говорим иногда, ну, переходят за те границы человеческого понимания. И того, ради чего, собственно, человек ищет Бога. И так, так вот, ищет Бога ради того, чтобы это отношение стало радостным, светлым, чистым, чтобы этого желалось всегда. Потому что вечности не бывает там, где хотя бы маленькое-маленькое, какое-то чертное пятнышко, которое, ну, все бы хорошо, а вот здесь что-то вот немножко не так. Представляете, как в вечности это маленькое, вот чуть-чуть не так, во что это может вырасти, и какие последствия может иметь. Поэтому там должна быть кристальной чистоты отношения, понимания, смысл, личность человеческая. И это, ну, собственно, происходит, когда Бог дает о себе знать таким образом, каков Он есть. Поэтому и апостол Иоанн и пишет в первом послании, и будете видеть Бога, как Он есть. Но не раньше, чем вот произойдет нечто значимое, важное, может быть, трагичное. Ну, не обязательно трагичное, но что-то очень-очень, или даже не очень, а кардинально меняющее восприятие жизни и самого себя. Ну, вот то, что произошло с моим героем, героем повести, и его другом, ну, или коллегой, соратником, физиком, ну, и остальными их друзьями, соратниками, коллегами, их руководством, и в том числе, простите, сотрудниками компетентных органов, вот, в том числе, ну, и другими героями. Я прошу вас познакомиться с повестью. И, в общем, отклики. И сразу прошу прощения за такое, что, ну, так пишут люди, что читается, что, ну, можно даже сказать, захлеб читается. Я могу сказать со своей стороны, что когда, наконец, вышла книга, мне пришло, ну, прислали мне несколько экземпляров, и я так открыл ее вечером, может, часов в десять, и решил, ну, посмотреть, может, какие-то опечатки, что-то, ну, как обычно. Ну, просто интересно увидеть вот свой текст, свою книгу, в напечатанном виде, это, ну, любой, наверное, кто писал, ну, очень радостный, приятный. И так, я открыл эту книгу, и так вот как-то стал смотреть, 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 и так увлекся, что не мог ее закрыть, пока не перелистнул последнюю страницу, уже в половине третьего ночи. В общем, я ее проглотил за вот эти несколько часов, ну, вот, не в силах оторваться. Ну, конечно, скажете вы, вы же автор, да. Ну, именно, когда автор тебе уже все это надоел, уже сколько можно, там, уже с редактором, все это, каждую строчку, каждое слово там было выверено, проверено, сколько можно еще на это смотреть. Ну, конечно, какой-то был перерыв, но, тем не менее, действительно, ну, получилось появилось такое повествование, интригующее, захватывающее, ну, легкое для восприятия, прочтение, хотя затрагивает моменты, ну, достаточно серьезные с точки зрения физики, технологии, науки. Там не идет речь о науке, но какие-то факты, ведь надо их тоже общедоступным языком все-таки рассказать. В чем суть-то там? Вот мы говорим там о открытии готовил этот Александр Захаров, будущий отец Александр, священник. Ну, а в чем, собственно, открытие? Надо же было хотя бы намеками какими-то показать. Ну, и также в остальном. Вот тут Чернобыль, вот что там, образы, как это все представляется? С одной стороны, там многие вот ликвидаторы, об этом писали, свидетели, очевидцы, что в течение примерно недели или девяти дней вот там над этим реактором, над горевшим блоком свечение было розовое, такое мистическое, совершенно непостижимо, вызывало, ну, какое-то, какие-то, наверное, мистические чувства у людей, которые это видели. Представляете, они подъезжали на машине, вот это свечение вокруг такое коварное очень такое, это что, радиация? Ну, радиация, то есть свечение, радиация сама по себе, свечение само по себе, но как бы вещи одной природы. Это с одной стороны. А с другой стороны, там сохранился храм. Батюшка старенький, уже ехать мне некуда, ну, здесь останусь. Не разрешали, но там пошли ему навстречу и оставили его. Не разрешили ему не уезжать из этой зоны. И вот он там так и служил до самой смерти. И вот там икона. Это тоже связано, конечно, с реальными фигурами, но в основном все-таки характер персонажа – это художественные образы. Но, тем не менее, про чувственное, промысленно. И вот там икона тоже светится, но другим светом. Не розовым, а белым светом. И этот свет вызывает другое чувство, другое ощущение. Не коварной стихии, не видимого врага радиации, а божественного присутствия. Как свет, который, ну, апостолы на горе Фавор видели, которым светился лицо Иисуса просветилось. Ну, там, я так не говорю об этом, но просто, ну, как один из рассказов там есть. И другие вещи, которые, конечно, на грани физики, метафизики, на грани какого-то мистического восприятия, происходящего там, в этой области, в этой сфере вокруг реакторов. И действительно так. И, конечно, когда ты пишешь художественное произведение, ты понимаешь, что с одной стороны ты допускаешь вымысел, с другой стороны, этот вымысел должен сопрягаться с твоим личным опытом. Если ты это видишь, если ты знаешь, о чем пишешь, то поверят, увидят другие. Если ты этого никогда не видел, не понимаешь, о чем пишешь, то лучше не надо, будь аккуратен, потому что так, ну, покажется, увидится фальшь. И тогда отношение будет какое-то, ну, другое будет отношение, уже из... неправильное. Вот я старался избегать такой фальши. Не то, что старался, а максимально избежал. Ну, конечно, вам судить, как это получилось. Ну вот, все, что хотел сказать об этой книге, я сказал. Ну, призываю вас поучаствовать. Кто-то мне сказал, что кто-то прочел. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу сказать, отец Георгий, что вот, вроде бы, тема очень такая серьезная, но вы написали очень нежную книгу. Это книга о том, как человек вдруг узнает Бога, причем именно неожиданно такие вещи, когда будущее священник, как вот он внутри себя его осознает. это очень необычно, потому что обычно люди не могут рассказать о том, какие чувства они испытывают, узнавая Бога. Вот. И, конечно, вот эти все события, которые там происходят, вот, начинаешь сразу вспоминать, как это было, как ты сам это воспринимал, и как мы не знали многое. Некоторые вещи вот для меня были совершенно неожиданны. Но она действительно получилась очень такая, очень нежная книга. И читается просто изумительно. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, а вы не припомните какую-то вещь, которую вот, вы говорите, некоторые вещи вот вызвали... Знаете, для меня вот действительно, вот, конечно, вот этот вот эпизод, когда вы рассказывали о том, как открывали, спускали воду, и второе вот для меня было неожиданно, когда, что отключили систему безопасности, вот это было... Ну, это... Я присутствовал при докладе МАГАТЭ, первом закрытом докладе МАГАТЭ, то есть это... Ну, сейчас это известно, это никакого секрета из себя не представляет, но в те времена это было так вот под спудом. Для нас это вообще было? Да, там действительно так было. И почему, как это подписали, такой эксперимент, для меня, допустим, до сих пор загадка, ну, я не вникал и не исследовал эту тему, но действительно какая-то нелепость советского времени приказным порядком, представляете, для того, чтобы провести эксперимент по выбегу турбины, когда реактор остановлен, чтобы не сработала аварийная защита, ее просто взяли, отключили. На время, конечно, на время, да, но потом обратно включим. И вот так получилось, что уже ее включили потом, но стержни малым взрывом, там было два взрыва, малым взрывом их выбросило. И уже она оказалась бесполезной, этой аварийной защитой. Ну, плюс там еще один фактор, который я, конечно, в книге не могу упомянуть, но есть такой фактор, что там был реактор сконструирован так, чтобы на случай войны его можно было бы использовать для накопления плутония 238, это изотоп, из которого делается ядерная боеголовка. Вот это такое тоже, ну, об этом в книге не напишешь. Ну, вот это тоже известные вещи, и это повлияло на реакцию. Ну, точно ли это вызвало взрыв? Ну, я сейчас уже не в состоянии не судить, да и кто я там, целая комиссия там, над этим много работали. Ну, что-то есть закрыто, что-то открыто, но никто назад уже не вернет это. Я не сторонник того, чтобы поднимать опять все и перелопатить, и назвать там виновных, и найти их, и кого-то там осудить, кого-то оправдать. Ну, пусть этим, если кто-то будет заниматься, спустя, пусть некоторое время, когда реальные, истинные участники этой трагедии, ну, уже будут в мире ином, потому что все-таки, конечно, там одновременно и герои, и виновники. Ну, простите, академик Легасов, он, конечно, как отчасти там, ну, что-то его имена тоже, наверное, есть, но он и первый поехал туда на бронетранспортере, никто не знает, какая там радиация, а как, ну, с приборами надо туда прийти, никаких роботов туда не было, никаких там, не знаю, этих, как называется, дронов там не было, чтобы что-то послать туда с дозиметрическим прибором. Ну, вот он и поехал на бронетранспортере и первый замерил уровень радиации. Ну, и вот он получил лучевую болезнь, и потом, ну, он закончил жизнь самоубийством, но уже на грани, то есть все равно он умирал, ну, это уже другой вопрос, но, во всяком случае, это же героический поступок, наверное, нельзя иначе, как еще скажешь. Да и другие тоже там люди шли на это, а я знаю эти характеры, я в Чернобыле не был, но я был вот на сибирских реакторах, я их видел, там тоже происходили, ну, малые какие-то аварии, какие-то нестыковки, ну, технологии есть технологии, но потом что-то не получилось по тех заданию, по, допустим, там вот есть такая платформа, которая должна разъехаться, чтобы топливные блоки, которые после реактора, то есть они страшные, невероятные силы фон, они скатываются в бассейн с водой, и там прибывают, потом их уже как-то извлекают по технологии, и вот эта платформа не разъехалась, или разъехалась не до конца, и часть блоков осталась на ней, и вот мне рассказывали, это реальные события, инженеры, вот смены, ну вот берут большой пруд длиной вот там 8 метров металлические, вот туда заходят в эту зону, и так вот сталкивают, на секунду, долю секунды можно, потому что там страшный фон, и конечно, кто там шел, кто герой, первым делом, руководство, кстати, первым делом, главный инженер завода, вот он первый пошел, за ним там уже кто-то еще, тоже, понимаете, можно судить, с одной стороны сказать, ну вот, не досмотрели, не доработали, как у нас все спустя руководом, это одна грань, а другая грань, ну хорошо, спустя руководство, ну надо же что-то делать, кто-то первый должен это сделать, ну тут вот наступает момент истины, когда человеческое, внутреннее, вот, ну тогда о вере в Бога говорить нельзя, но какая-то вера в то, что ты можешь, и способен сделать для других, кого-то заслонить от худшего, кому-то добро сделать, или спасти, вот как в ситуации с этим бассейном, который, ну это в книге описано, это тоже реальный, абсолютно реальный эпизод, но я его так со стороны описываю, по рассказу как бы, это реальное событие, там прочтете, потом очень трогательный случай, у меня, я когда его читал, я по-моему читал его в прошлый раз, здесь, когда анонсировал книгу, я допустим, просто без слез не могу дочитать до конца, потому что там действительно, такое глубокое событие, ну там некоторые вещи, я, конечно, как автор вставил, но ведь мы не знаем, нам напишут где-то в газете, в хронике, было так, так и так, двое, трое вызвались, пошли, сделали свое дело, потом, ну там они герои, они погибли, умерли, ну все, а что переживал человек, нам никто не напишет в газете, а никто не знает, что он там переживал, в этом бассейне, в темноте там двигаясь, ну вот тут наступает, как бы приходит на помощь писательская, ну фантазия или опыт, или интуиция писательская, и вот начинаешь рассказывать, переживания человека, и вот на мой взгляд, я искренне в это верю, и понимаю, и даже убежден, так могло быть, что человек именно на этом, о своем трагическом, последнем пути, и встречает Бога, по-настоящему, как он есть, но не в виде там каких-то, не в каком-то видении, а вот по присутствиям и действиям, вот для меня потрясающий совершенно момент, евангельский, евангелие от Луки, если вы вспомните, когда на пути в Имаус, Лука и Клеопа идут, и они встречают третьего, с ним он идет, с ними там, там путь долгий, много часов может быть, и начинает там рассказывать, а не, а он спрашивает, а что там случилось, он говорит, как-то что не был в Иерусалиме, ты же разве не знаешь, что там было, и они ему говорят про Христа, а он начинает рассказывать от пророков, и все, рассказ, 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 потом они приходят на место, ну, он хочет идти дальше, нет, останься с нами уж, как странник, как путник, да, ну, хорошо, остался с ними, и вот, когда он берет хлеб и преломляет, они узнают его, и он тут же становится невидим для них, вот это наша встреча с Христом, как только мы его узнаем, мы уже не можем его потрогать, увидеть, как Мария Магдалина, думала, что садовник, скажи мне, где ты положил тело Господа, я пойду возьму его, а он ей говорит, Мария, она отвечает, рову не узнала его, и тут же он сказал, не прикасайся, пожалуйста, все, то есть, Христос отходит в этот момент, и вот так вот, из этого опыта, мне кажется, удивительная, удивительная встреча, именно двое по пути в Маус, и третий с ними Христос, невидимый, они не знают, что это Христос, идет человек с ними, и все, так и мы в жизни встречаем, мы не знаем, как Христос открывает, как он говорит с нами, чьими устами он к нам вызывает, наши чувства, наши эмоции, нашу веру, а потом узнаем, да как же, и эти, помните, да, Лука и Клёпа говорят, и разве в нас сердце не горело, когда он нам говорил по пути, когда они уже узнали его, и вот так вот, так узнается, и поэтому вот эти вещи, мне кажется, художественным образом, никакого здесь нет, скажем, такого нарушения, что ли, искажения евангельских смыслов, если ты, я не говорю о каких-то евангельских, но я понимаю, постараюсь понять вот этот смысл, и передать его устами каких-то персонажей, героев, притчей, может быть, и ведь Христос говорил притчей, мне говорят, ну как же, батюшка, вот художественное творчество, это вымысел, выдумок, фантазия, да, но притча тоже фантазия, Христос говорит притчу о сеятеле, это же как небольшой рассказ, или притчу о богаче и Лазаре, тоже рассказ, но который, ну в общем, придуманный рассказ, скажем так, никого там богача и Лазаря не было, в действительности, так же как и сеятеля, ну абстрактный сеятель, абстрактный человек такой, вот, и другие многие притчи, но то они и притчи, чтобы из них почерпнуть смысл, дух евангельский, ну и вот хочется, чтобы как-то в художественных произведениях, я не только о себе говорю, но вообще в художественном творчестве, и не только вот в книге, но вот в картинах, чудесная совершенно картина Елены Черкасовой, здесь вы можете обратить внимание, это, ну, для многих из вас, я думаю, наверное, очень яркий, любимый художник современный, евангельского потолка, у меня одна из книжек, две книжки, она помогала оформлять, одна уже вышла, «Бог и современный мир», а другая подготовлена к изданию, ну, вот так все, гриф получен из издательского совета, но тираж пока, ну, нет средств на тираж, но вот придет время. Там тоже Елена Черкасова делала часть рисунков, на мой взгляд, это замечательно, совершенно дух евангельский передается, и такое ощущение присутствия, как бы такое вот, ну, иначе тут не скажешь. Замечательно. Здесь, собственно, только ее картина висит. Ну, вот. Ну, пожалуйста, я думаю, может быть. И по мнению присутствующих, правильное ударение, атомный или атомный? Атомный, конечно. Атомный, да, да. Потому что на маяке один ведущий упорно так, полшутя, обыгрывается, звонит, а не звонит. Ну, нет, атомный, конечно. Юмор, да. Нет, русский язык менялся. Вот если возьмете Даниила Хармса, почитаете, там у него много странных слов, не потому что он такой со странностью, такой вот сам изобретатель всякой, всячины, но просто так писалось раньше. И сохраняется орфография, пунктуация, все того времени, и для нас странно. Также, когда, может, где-то и говорили атомный вначале, может быть, так и было, я не знаю. Ну, по крайней мере, устоялось атомный. Пожалуйста, что еще? Так, ну, я знаю, что по образованию физик, насколько автобиографично или элементы автобиографии в вашей книге? Ну, есть, конечно, элементы есть. Есть, да? Да, да, обязательно. И характеры, и образы. Допустим, вот моих коллег, с которыми я в МИФИ, я заканчивал МИФИ, потом аспирантуру, и я много, ну, почти 30 раз я был в Сибири на ядерных реакторах, вот, закрытых, и там тоже какие-то образы вот этих инженеров, которые связаны с атомной промышленностью, которые вот на этом реакторе проводят сутками. Понимаете, это тоже на это накладывает серьезный отпечаток. Ну, там огромное табло, вот это активная зона там с каналами, и вот они за ним следят, регулируют, как там мощность двигается. Это очень тонкий процесс, потому что, если упустить момент, и мощность где-то в одном месте сконцентрируется вдруг, то тогда можно, как в терминологии ядерных, ну, вот это ядерные технологии, заварить козла, это значит, канал сгорит, а он очень, это очень дорого, по тем временам, несколько миллионов рублей, это огромные суммы там были, в общем, там, конечно, тут по шапке достанется всем, если, такое случалось, несколько раз такое происходило, там, в тех, где я был, то есть, какие-то ситуации там, и эта часть, конечно, моего опыта, моей жизни, и это мне помогало создавать образы, но, конечно, я не могу так сказать, что, допустим, главный герой, это списан с самого меня, нет, абсолютно. Ну, тоже Александр, между прочим, главный герой Александр. Да, Александр, нет, ну, можно так предположить, что я сам себя списал, но кое-что да, кое-что да, конечно, я вспоминал что-то, как я сам сидел, там, вводил формулы, и кое-что получил, там, новые действительно формулы, много часов, много там, суток потратил на это, и там где-то и ощущения, которые я испытывал, я там выразил, вот, героя, ну, отчасти, все это, когда ты пишешь произведение, постепенно, по мере проникновения, сам текст, ты понимаешь, что он должен быть таким, чтобы это было, привлекало внимание читателя, и читатель не должен быть ни физиком, ни богословом, ни каким-то специальным, специально образованным человеком, а просто читатель, которому, вот, ну, вот хочется, что-то новое, не то, что узнать, а получить впечатление, скажем так. Вот главная цель художественного произведения, впечатление получить. Достоверное впечатление. Есть там уже критики, которые оценивают работу с разных позиций, художественная достоверность, там все, а читатель просто воспринимает и получает впечатление, и по окончании прочтения он встает и сказал, да, допустим, мне понравилось, или так закрывается, с сожалению, ну, нет, здесь что-то не то, я так не удовлетворен, такое тоже. Еще в одном издании я только заголовок прочитал, что Содом и Гаморра погибли от атомного взрыва. Как вы думаете, это ерунда? Ну, там, ну, там, такие элементы, там, серо, там, пепел, да, ну, что-то, такое, ну, понимаете, так он сам по себе атомный взрыв не может произойти, для этого надо критическую массу создать, это можно только человеческими усилиями, понимаете, поэтому она сама, естественным путем в природе не создается критическая масса, ведь урана полно, уран-то добывают из, на природе, да, именно, грубо говоря, атомная реакция начинается, когда уран вместе достигает вот эти, да, критические массы, а в природе такой критической массы не существует, поэтому, конечно, ну, мы говорим, ну, конечно, в природе не может, не существует, наверное, великих потопов, не может быть, естественным образом, с одной стороны, или каких-то там, как-то проход через Черное море, когда оно расселось, да, когда народ Израиля от фараона уходил, ну, помните, но как-то придумать, что могло быть, что ветер так дул, вот так, значит, одна часть моря в одну сторону, другая часть моря в другую, вот оно, ну, это, конечно, некоторые все-таки фантазии, а для нас это с вами образ, образ и ничего более, но образа достаточно, и, конечно, в каком-то смысле, как образ, предзнаменование будущего, почему нет, я с вами даже не буду спорить, возможно, и так, да, и Чернобыльская трагедия открывает многое, и видят многие в этом исполнение каких-то пророчеств, меня спрашивали на радио, видите ли вы, как не грех ли такое вот, искать, какие исполнения пророчеств, или нет, ну, пророчества совершились, исполнились, и это нельзя называть пророчеством, но предзнаменованием событий, и началом исполнения того, что было сказано прежде, ну, в общем, с момента прихода Христа это началось и происходит, поэтому никто из нас не может этого отрицать, ну, и настаивать тоже, что вот это здесь сейчас закончится, или совершится все, мы тоже не можем, потому что дня и часы не знает никто, говорит Христос, не я и не ангел, только Отец Небесный, вот таков нам, до нас, такое, слово Божие, таким образом доходит, пожалуйста, если какие-то вот соображения, мысли, вопросы, надо будет эту книгу сегодня взять, я подпишу всем вам с удовольствием, с радостью, ну, надо будет потом услышать мнение и впечатление и какое-то, ну, вы знаете, да, кстати, хотел сказать, что эта книга тоже подготовлена на патриарший конкурс просвещения через книгу, издательство так планировало и будет подавать ее, ну, я согласен, я так и писал, думаю, что тоже очень важный момент такой просветительский в плане того, что мы говорим вот наука и вера, вера и, то есть наука и религия, наука и вера, вот такие, такое соотношение, диалог, вот как он возможен, на каком уровне, на каком этапе, об этом много говорят, и, ну, тоже, мне кажется, эта книга внесет свой определенный вклад в то, чтобы диалог продолжался и чтобы он углублялся и чтобы понятно стало, что противоречие или противопоставление, оно искусственно, а вот диалог и соработничество, согласное движение, вера, цивилизация, науки и, то есть, да, цивилизация, науки и веры и поиска Бога в этой жизни, что это суть одна, человеческая способность к познанию, человеческая способность к логике, к размышлению, человеческая способность чувствовать, не только ощутить, не только пятиорганами чувств, но чувствовать духовно, ощущать присутствие, я об этом тоже много говорю, пишу, что присутствие Божие, мы приходим в храм и говорим, Христос посреди нас, ну, можно обернуться, ну, кто, вот он или он, или он Христос, где Христос, как мы его видим? Христос посреди нас, Он и есть там, где, где есть место посреди, вот в чем смысл главный, и поэтому он и говорит, где двое или трое во имя, там и я посреди, вот это и есть срединность отношений, помните, тоже мы не могли выразить, по-английски, это так, термин, а по-русски, вот срединность я назвал, вот это вот, ну, вот это присутствие Христа, и не стоит его показывать, вот там или там или там, как говорит сам Христос, будут говорить там и там, вы не верьте, Христос придет, как молния, с востока на запад, что всяким будет, всяким будет понятно, пожалуйста, Ангелина. Знаете, вот еще один такой момент, в вашей книге, о том, что очень важно, когда для человека, который начинает постигать Бога, когда ему встречается священник, который, как сказать, не то, что проникается к нему, а он идет ему навстречу, когда у них получается вот эта вот близость в отношении Бога, потому что очень часто бывает, когда человек приходит и не встречает такого человека, он начинает вот это сам с собой пытаться разобраться, пытаться войти, но когда он встречает такого человека, для него это просто вот бывает, как взрыв, пожалуй. ну да, это очень важно, чтобы на пути, не даже не обязательно священника, а просто другой человек, который, с которым можно поделиться насущным, и услышать, понимать, увидеть понимание, и услышать, ну, ответ, такой, на это, конечно, это важно, ради этого мы и живем, ради этого мы и общаемся, и ищем, ну, в общем, вы знаете, это ведь не только в вопросах веры, но человек вообще ищет дружбу, любви, согласия, взаимности, это по природе нам свойственно, а там, где мы начинаем подозревать и испытывать другого человека, а он начинает подозревать нас, там рождается такое неприятие, и проходит как бы такая стена, среда стене, и растет вражда, вражда это не противоестественное состояние, оно не удовлетворяет стороны, никого не удовлетворяет вражда, никому не хочется до конца пребывать во вражде, единственное может быть так, в каком-то смысле оправдание этого состояния, что, ну, вот сейчас вражда, но потом-то они меня поймут, что я прав, или я права, ну, и тогда вот скажут, да, вот ты прав, мы тебя будем слушать, ну, а в древности, если почитать историю древних народов, в Библию, Ветхого Завета, историю, или историю вообще, воин, так скажем, то есть история, это всегда история войн, но война, в конечном счете, это попытка свое, свое видение жизни, цивилизации, культуры, устройства, миропорядка, доказать, что это лучшие самые, и всех остальных, ну, если они не хотят этого, то их принудить, следовать этому порядку, устройству жизни, какое у нас, и тогда мы, которые это устройство, ну, в себе имеем, в своем народе, или в своем, в своей стране, тогда мы будем первыми, они будут нам, как бы, ну, за нами следовать, и всегда человеку хочется быть в этом плане первым, и чтобы его слушали, ну, такое качество, к сожалению, ну, как к сожалению, не к сожалению, оно есть просто, как данность, и избежать этого мы не можем, так вот, в этом смысле, когда идет человек к пути веры, то и тут даже мы ухитряемся порой настаивать, и оказывать давление на других людей, что вот как надо верить, во-первых, почему верить надо, что верить надо, и вот как именно надо верить, мы тоже на этом настаиваем, и здесь, ну, бывает недопонимание, и вот видите, в вопросах веры, или устройства церковного, ну, как мы убеждаемся, последние события, я думаю, тоже не в лучшем свете показывают нам наши возможности, вот такие, не понимать друг друга, и не слушать друг друга, и, в общем, даже на самом высоком церковном уровне расходиться, и разделяться друг с другом, вот, я думаю, что это, к сожалению, такое происходит, и никто из нас не может сказать, что все мирно и гладко, там, вот где именно все мирно и гладко, вот где бы мы ни оказались, там, оказывается, потом вдруг возникает, поэтому я думаю, что взгляд внутрь себя, внутрь другого человека, художественный взгляд, помогает во многом, я убежден, что слова, замечательные, и вечные слова Федора Михайловича Достоевского, что красота спасет мир, что такое красота, красота слова, красота образа, красота человеческого характера, поведения, поступка, устройства, и самой жизни красота, как иконы, красота, собственно, и есть икона Божья, Бог создал мир, и рад был тому, что Он создал, и увидел, что мир хорош, что это красиво, и вот так сказано, в первые строки Библии об этом говорят, увидел, что красиво, и вот испытал радость при этом, ну вот, это и есть спасение для нас, если мы понимаем, а чувство красоты имеет каждый человек, и вот если мы этому будем уделять внимание, а не попыткам доминировать друг над другом, в какой-то сфере, в той или иной, там не будем уже делить это, а стремиться к красоте, то на каком-то личном уровне, то это много может, многое может, и, ну, не знаю, по крайней мере, остается только верить и надеяться, что в конечном счете, всякий человек найдет свое место в жизни, и способность творить красоту, или созерцать красоту, или воспринимать красоту, он поставит во главу угла, и на этом, может быть, какая-нибудь там закончится очередная вражда, или какое-нибудь разделение, или какое-нибудь противостояние, вот, мне кажется, в этом смысле произведения художественные, и научные, конечно, труды, в своем роде, играют важную роль, еще какие-то есть такие пожелания, намерения, вот, смотрите, мне тут задавали вопрос, атомный и пастырь, да, вот, атомный, это как бы из мира вещественного, а пастырь из мира вот духовного, тоже такое, такая как дихотомия, как по-церковному говоря, или такое соединение несоединимых вещей, да, атомный и пастырь, вот я с интересом услышал это мнение, вчера на радио выступал, там мне ведущая задает такой вопрос, и я, да, согласился, да, действительно интересный такой момент, вот, как бы, физика и метафизика, атомный пастырь. Ну и хочу сказать, что продолжаю писать, и уже написано достаточно, которые, книги и произведения, которые готовятся к публикации, и вот издательство Московской патриархии, и в Петербурге в издательстве, и еще в некоторых местах, и уже готовы некоторые книги, но еще пока не изданы, так что наши встречи будут продолжаться, и надеюсь, что это не для вас, тоже внимание и, знаете, какое-то, не то чтобы даже взаимный интерес, а вы обо мне узнаете из книги, а я о вас ближе, когда вы будете, ну вот, или вопрос задавать, или как-то комментировать ваше отношение к героям, к происходящему, так и познается, так мы, я помню хорошо, вот тогда, когда не было социальных сетей, там интернета, и даже компьютеров, толком не было, вот 70-е, 80-е годы, как раз когда действие книги, это и происходит, то книга была главным средством общения, обсуждения, я помню, очень горячо мы, и в школе, и вот в институте, и потом, и позднее, какие-то новые произведения, какие-то новые, ну там многое было, конечно, когда началась уже перестройка, там много из истории стал всплывать интересно, в основном, на это, это обсуждали, ну в том числе, и художественные произведения, тоже обсуждались, постоянно на слуху, и это было, как бы, главным предметом, ну сейчас, конечно, очень широкое поле, колоссальный спектр, разных явлений, и художественных, и околохудожественных, и научных, и политических, это тоже воспринимается, как своего рода, художественное творчество, я бы так сказал, политика, ну почитаешь, как и посмотришь, как события происходят, думаешь, ну вот, тут вот придумали такое, такое событие, тут вот развили это, и в общем, видится за этим, какой-то автор стоит, который придумывает, как подать то или иное событие, каким углом повернуть, в общем, наверное, это так и происходит в современном мире, что в общем, все, ну вот, в этом смысле, я хочу сказать, что это, конечно, здесь политики никакой, а есть человеческие характеры, и мы с вами тоже, каждый имеем свой характер, поэтому я вот говорю, что наше сотворчество, сорабочность, и узнавание друг друга через отношение к тому, что происходит в художественном, произведении, ну вот, желаю вам всего наилучшего, и, да, если, пожалуйста, какие-то размышления, рассуждения, потому что, да, да, конечно, пожалуйста, ксения. предыдущие ваши книги, художественные, тоже на одном дыхании прочитывались, вот, спасибо, я вспоминаю фильм юности, сталкер, вот, какие-то аналогии, когда герои идут на зону, который тоже неопределенный, который меняется, вот, эта зыбкая среда, которая меняется каждое мгновение, и они идут, и шаг влево, шаг вправо, могут погибнуть, и все изменится, вот, когда снимали этот фильм, актер Кайдановский спросил у Тарковского, что мне почитать, чтобы проникнуть, вот, в ощущение среды, вот, этой неопределенности, Тарковский посоветовал читать ему Евангелие, и после этого фильма актер обратился к Вере, вот, и, ваша книга, мне кажется, про времена, Тарковский, наверное, в 70-е, 80-е годы снимал этот фильм, тоже, вот, когда человек исповедует свою веру, в условиях, когда неопределенность какая-то, да, вот. Я вам хочу сказать, что первая версия обложки, именно такая была, здесь был, вот, лицо Кайдановского, художник так поставил, ну, и потом мы подумали, все-таки актера ставить, узнаваемого, понятно, что читалась такая вот связь, близость, конечно, Андрей Арсеньевич, великий человек, он великий мыслитель, именно не только, мыслитель, художник, его... как предчувствие, может быть, когда он снимал этот фильм, вот предчувствие того, что на самом деле происходит, и как человек реагирует в этой ситуации. и тайна тоже. Понимаете, там до конца даже непонятно, потому что, особенно именно в фильме, потому что я в произведении там по-другому, там все сценарии переделали, там акценты совершенно другие, а вот по фильму там непонятно, там ведь ничего не происходит, собственно говоря, и все ощущение такого, что это придумано самим сталкером, или там другими сталкерами, потому что это они как бы из этой зоны сделали такой, некоторые, ну, что это реальность какая-то, которая скрыта, конечно, но ее нет, и этой комнаты, получается, что ее нет, и одновременно есть, потому что, помните, когда они приходят, вдруг звонит телефон там, откуда-то из другого времени, из другого пространства, из другого бытия, то есть вот это осознание, понимаете, такая жизнь ведь наша, ведь тоже мы видим, Андрей Васильевич очень тонко, внимательно и скрупулезно смог проникнуть вот в глубину происходящего в душе человека, вот, конечно, сталкер, это он сам и есть, Андрей Васильевич, это его путь к Богу, это его искание, это его такая трогательная и дрожь от того, что он встречает в мире, от того, что Бог вызывает, присутствие Божие вызывает дрожь в человеке, его не видно, человек его никогда не видит, не видит и не осознает, но присутствие его есть, и вот эта зона как раз присутствует. Но вы знаете, в каком-то смысле, я так специально, преднамеренно, ничего похожего не было, совершенно по-другому я, никаких ассоциаций, никаких, ничего нет, но они вот невольно приходят, но у меня скорее здесь, ну, не с такой, конечно, далеко не с такой, может быть, глубиной, но скорее более жертвенное такое, призыв к жертве, вот, и что человек живет ради жертвы, там в Сталкере это мало видно, там больше философский такой взгляд, евангельский, но философский, а у меня вот евангельский более такой, действительно, священческий, по-другому, может быть, я и не смог бы, потому что в силу своей характера и профессии, но тем не менее, ну вот, я надеюсь, что все-таки, и какие-то мистические картины появляются у меня там, ну, так, человек может заснуть, может видеть какое-то, какие-то образы, иногда не очень приятные, не очень хорошие, вот, и это тоже случается, так сказать, ну, я не буду все раскрывать, но почитать, там есть такие моменты, которые, ну, в общем, вызывают некоторые, некоторые ощущения, не, такого, иррационального присутствия, вот, похожее на то, что в сталкере, потому что я хорошо помню, когда вот эти, он бросал вот эти, ну, как они там, шоу, шоу, да, вперед, и вот какое-то, действительно, ощущение, очень острое, острейшее ощущение, мистическое, которое ни во что не разрешается, потому что, если бы что-то фантастическое показать, то все, конец, и он сам, Тарковский говорил, что он максимально этого хотел избежать в Солярисе, но не смог, и он сокрушался, он считал Солярис неудачным своим творением, потому что там все-таки у него такая элемент фантастики есть, ну, вот, так вот, а в сталкере вот это исключено, и, впрочем, остальных картинок жертвоприношения, ностальгии, там тоже этого нет, а на грани, на самой грани, вот это и есть как раз величайший талант художника, вот дойти, подойти к грани, а дальше предоставить уже действовать интуиции духовный человек, вот, спасибо. Ну, оформление книги тоже, по-моему, ничего получилось так, как-то, ну, вот все, наверное, я бы хотел, чтобы вы каждый приобрели книгу, и я вам подпишу ее сейчас, ладно, надо, специально для нас приготовили, привезли ее, ну, так что давайте, пожалуйста, ко мне, подходите, каждый я вам подпишу. Спасибо.